Перемещен сюда и здесь, ради того, чтобы эта обитель большая и древняя продолжала существовать и развиваться, митрополит Филарет Московский благословил учредить кладбище Некрополь. И, соответственно, это кладбище разрослось уже в предреволюционные годы, оно было большим, считалось одним из лучших городских кладбищ. Здесь захоранивали цвет Москвы, московского общества, много погребено здесь купцов, знати, людей дворянского происхождения. И, собственно, одним из тех, кто упокоился на нашем кладбище, является ныне напоминаемый Михаил Котков. Рядом с его могилой как раз располагалось захоронение фон Меков. И удивительно, у нас обитель открылась три года назад, и за эти три года очень много дополнительных материалов о нашей истории, поступило от разных лиц в наш монастырь. И вот на днях действительно у нас появился потомок фон Мека Себенцов Денис Андреевич, с которым мы общались. Вот, и показывал фотографии, рассказывал о своем роде. И удивительно, что как раз захоронение фон Меков было соседним. Вот, как я уже сказала, с местом упокоения Михаила Коткова. Я хотела бы предоставить небольшое слово Денису Андреевичу. Вот, и мы с удовольствием вас послушаем. Спасибо, Матушка Сеня, спасибо, отец Ратемий. Я сюда пришел первый раз в музей и познакомился с совершенно замечательными людьми, с Натальей Михайловной. Вот, увидел фотографию, которую, естественно, у нас есть дома. Это фотография храма Алексия Человека Божьего, на фоне которого виден семейный склеп фон Мек. Самая известная фотография, которая так хорошо отображает этот храм. И здесь же у Натальи Михайловны увидел книгу, которую раньше не встречал. В библиотеках я ее не встречал. Это 25-летний юбилей службы игумени Антония. И в этой книге нашел интересную информацию, что, оказывается, на строительство храма всех святых, в том числе, один из фон Меков, Владимир Карлович, пожертвовал достаточно существенную сумму. Дальше начали развиваться какие-то изучения. И вот то, что я сегодня попал к Коткову в гости, нисколько меня не удивляет, потому что мы сейчас услышим, какие есть переплетения. Все пункты, которые мы сегодня с вами слышали в речах замечательных историков, философов, филологов и так далее. Я инженер, и прошу прощения за мой язык. Я, наверное, не такой певучий. Но мы услышим какие-то пересекающиеся вещи. Но про захоронение уже сказали, про строительство храма сказали. Ну, например, Котковский лицей. Котковский лицей, как правильно упоминалось совершенно Алексеем Леонидовичем, был построен в том числе на большие пожертвования людей. Были перечислены две фамилии – Поляков и Дервис. И что между ними общего? Это люди-строители железных дорог. В фон Мекке это были также строители железных дорог. Например, у Дервиса, чиновника, начинал работать Карл Федорович фон Мекк, а у Карла Федоровича начинал работать Поляков, которых вы перечисляли. И Карл Федорович как раз был тоже попечителем. Он состоял в Печистическом совете Котковского лицея и был большим, существенным благотворителем. Тоже крупные суммы туда вносил. Продолжая тему лицея, надо отметить, что и дети, и внуки, несколько человек учились в Котковском лицее. Говоря о домовом храме, например, несколько существенных вещей были пожертвованы Владимиром Владимировичем фон Мекком для этого храма. В самих помещениях, мы здесь видим портретов много вокруг, например, портрет Николая II. В помещениях Котковского лицея висел портрет Николая II кисти Владимира Владимировича фон Мека. И когда государь-император был в помещениях этого лицея, он видел этот портрет. Что еще можно сказать? Вот, опять же, интересное совпадение. Знайминская садки. Это Подольский уезд. Соседнее имение Плещеева принадлежало Надежде Филаретовне фон Мекком, в которой гостил Ичайковский, в котором гостил ДБС. И, ну, известные люди. Что вот, как я сегодня сюда попал? По приглашению или там совету попал на эти чтения. И со мной приехали два очень интересных человека. И как они вот легли в картину сегодняшней встречи? Значит, Татьяна Петровна, она представляет, не представляет, работает на канале просвещения, что сегодня много очень звучало. Она уже работала с батюшкой Артемием по некоторым программам. И второй человек, Александр, это интереснейший молодой историк. Если когда-то выдастся вообще возможность побывать на его лекциях, я вас очень прошу и рекомендую. Он занимается историей, как краевед Подольского уезда, или Подольского сейчас района. И в том числе, когда услышали мы знаменские садки, для него это очень близкая тема, это в его зоне интересов. Вот такие вот бывают пересечения. Ну и здесь вот, если посмотреть тоже вокруг, мы можем практически к каждому портрету что-то вспомнить про фон Меков. Ну, например, Галина Николаевна фон Мека, дочка Надежды Филаретовны, которая здесь похоронена, внучка, извините, и Карла Федоровича, которые здесь похоронены, она описывает в своей книге воспоминаниях факт убийства Столыпина, про котором она присутствовала в театре, когда эти были выстрелы. Очень подробно это все описывает. Или, например, Николай II уже упомянул, например, Александра Федоровна. Александра Федоровна в своих переписках с Николаем II много раз упоминает фамилию фон Мек, которые во время и русско-японской войны, и Первой мировой войны очень много работали с Красным Крестом, помощь, и был особо полномоченным Красного Креста по вызволению пленных из Японии, Владимир Владимирович, например. Также здесь мог бы быть портрет Елизаветы Федоровны, сестры императрицы, у которой Владимир Владимирович был личным секретарем. Много лет. А здесь есть портрет? А, вот-вот-вот, да, не заметил, извините. Вот, пожалуйста, он был ее личным секретарем много лет. Он, собственно, строил Марфо-Маринскую обитель и приглашал туда всех художников, в том числе Нестерова. Кстати, три иконы Нестерова располагались здесь, в семейном склепе на территории монастыря. Упоминался Грабарь. Грабарь был не одноклассником, но они вместе учились с Владимиром Владимировичем, опять же, в Котковском лицее. То есть вот это все переплетение показывает мне, насколько же все-таки проведение есть, как я здесь оказался. И очень надеюсь, что и в деятельности музея, и, может быть, мы в каких-то лекциях тоже здесь поучаствуем. А может быть, и не лекции у нас, еще вот такие планы или мечты, скажем так, опять же, к вам обращаемся с благословлением. Может быть, мы подумаем об организации каких-то музыкальных вечеров, коль скоро Надежда Филаретовна, во всяком случае, и некоторые другие фон Меки прочно ассоциируются с именем Петра Ильича, и Ди Би Си. Можно делать какие-то музыкальные вечера, и там же читать письма Надежды Филаретовны и фон Мек, который, вы знаете, это огромное, это 1200 сохранилось писем, это огромный трехтомник, который много раз переиздавался, его изучает абсолютно весь мир. Во многих странах есть фонды Чайковского и фон Мек, которые это изучают, и это не только диалог двух сердец, не только два интересных человека общаются, но они нам рассказывают о той эпохе, об истории нашей страны, крайне интересный материал. Если когда-нибудь получится ее благословить, мы здесь с удовольствием подготовим и чем-то поделим. Мы очень рады вашему явлению нашей Алексеевской обители, и будем надеяться, что ниточка эта у нас уже не порвется.